Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Армак и сегодня у нас вторая игра между Псичей и Таганашем. И сегодня у Таганаша нет права на ошибку, пока со счетом 1-0 ведет Псичи и если Таганаш сегодня проиграет, то он автоматически вылетит в сетку лузеров, где продолжит свое шествие, дальше еще будет участвовать в турнире. Ну а если он выиграет, то счет станет 1-1 и мы с вами увидим третью игру между ребятами за проход далее уже собственно в полуфинал в сетке венеров, то есть победителей. Оба игрока стримили, оба сами комментировали свои действия, поэтому сегодня мои комментарии будут только в начале игры и в конце игры, все остальное время вы будете наблюдать за их игрой и их комментариями. У меня на этом все, всем приятного просмотра, ребят. Рестарты есть только со стороны Псичи, а для тех, кто хочет пропустить рестарты, сразу перематывайте после 25 минуты и начинайте смотреть уже игровую парку. Самый норм. Ну, поехали. Так, итак, интересно, почему же он вычеркивает XL шаблоны? На самом деле я чего опасался? Опасался первое, того, что будем играть XL шаблоны против Ramport, там сильный Ramport остался. Вот я, конечно, могу тоже взять кому-нибудь Castle, но тут другое дело, что мне надо рассчитывать силы на всю дистанцию. Вот. И такая вот дилемма. Можно слить сейчас Инферно какое-нибудь, но на чем сливать его? Поэтому я подумал, а почему бы не сыграть зеркальный шаблон? Вот. Я даже думаю, что соперник, скорее всего, захочет играть H3DM. Вот. Но не совсем понятно, почему он вычеркивает 8М6А. То есть, что он хочет? Явные шаблоны оставить такие хорошие для себя. Ну, СМ-ку вычеркнем. СМ-ку точно надо вычеркивать. Потому что играть против красного Ramport на СМ-ке вообще неинтересно. Вот. Еще есть вариант Jebus, но Jebus тогда будем играть Castle на Castle. У соперника сейчас ситуация такая, что ему нужно по-любому выигрывать. То есть, он... Шутки закончились, но нет права на ошибку. Естественно, он будет выбирать вариант такой самый надежный, самый лучший для себя. Это тоже нужно учитывать. Ну, вот. Приношу извинения за технические неполадки со звуком. Остается 6LM10A, который мы играли в прошлой игре. XL плюс U шаблон. Остается M200. Мне кажется, вряд ли он будет играть равный, в общем-то, шаблон M200. И он, скорее всего, будет выбирать такие шаблоны, где у него сложится максимальное преимущество благодаря Ramport. Ну, тогда тем более непонятно, зачем он вычеркнул 8M6A. Странно. Возможно, он проанализировал, что у меня большой нагрошь на этом шаблоне. Ну, из представленных. Вот. И он старается оставить те шаблоны, на которых... Этот нагрошь, соответственно, у меня минимальный. Интересная была прошлая игра. Советую посмотреть. Соперник чуть не выиграл у меня Инферно. Вот. Ну, это была первая игра. Там можно было себе позволить. Такие вот вещи. И, кстати говоря, я думаю, что в той игре мне не стоило выбирать Некрополис. Вот. Вот я только сейчас это понял. Мне нужно было выбирать Инферно на Инферно. Вот. В общем-то, равные условия. У него красный цвет, но это такое и дело. Вот. Потому что, в конечном счете, мне придется играть Инферно. Рано или поздно. И вопрос просто в том, чтобы выбрать наиболее удобный для себя момент, шаблон и так далее. К сожалению, группа такая сложилась, очень ровная. И из группы вышли, на секундочку, люди, которые были представлены в третьей-четвертой корзине. То есть, явных аутсайдеров там за счет замены не было. И не было возможности, соответственно, ну, вот как я и думал, вычеркиваю, там 200. Вот. Что остается у нас? Остается 1ХЛ плюсу шаблон 6ЛМ10, но тогда мне придется думать, кем играть против красного рампорта. Остается два зеркальных шаблона. Зеркальные шаблоны, это, в общем-то, рандом по замкам. То есть, я не получаю ни плюсов, ни минусов. Соперник получает плюс за счет красного цвета. Осталось два зеркальных шаблона и один ХЛ. Что еще там у нас осталось? Наркем 200, СМ-ку. А, Джабус еще остался. Вот. Джабус остался. Джабус, ХЛ и два зеркала. Ну, 100% уже можно сказать, что мы будем играть в зеркало. Ну, не 100%, конечно, но тут либо ХЛ, либо зеркало. Нет, Джабус я вычеркну, и он вычеркнет... Хм. Да, я вычеркну Джабус. И он сейчас вычеркнет, я так думаю, Миррор Даймонд. И, в принципе, останутся приемлемые варианты. То есть, 6LM10 для Кири. Ну, и, в общем-то, H3DM, который соперник... Ну, даже так. То есть, он оставляет вообще два зеркала. За счет того, что у меня вообще нет практики на зеркальных шаблонах. Ну, как я и предполагал. В общем-то, я знал, что так будет. Демонить против логиста на ХЛ плюсу... Нет, это не норм. Вы поиграйте расклады. Ну, я понимаю, я сам... Ну, не очень люблю зеркала, но чуть позже по поводу этого скажу. По поводу зеркала. Почему я его играю сейчас и так далее. Так, ну что ж, запускаем случайный замок. У нас будет Рампорт. Как ни странно. И интересно, кого мне брать. Потому что я выбираю первым героем. Вот. Мне брать... Ну, я выберу Кирь. Вот. Соперник. Соперник пусть думает. Ну, у Ивара он без вариантов, мне кажется. А, пардон. Соперник только... Не, не так. Соперник... Красный играет. Да, туда я сейчас опять... Потратил... Рестарты. В пустую. Конечно же, соперник играет красным. Прогнозируемо. Ну, что ж, один рестарт у нас. Поехали. Вот. Почему же я все-таки решил сыграть зеркальный шаблон, при том, что наигрыша у меня вроде как на нем нет особого. Потому что играть на других шаблонах это либо тратить сильный замок из оставшихся, либо не генерируется. Почему без Грааля? Почему без Грааля? Ну, не знаю, почему без обелисков, просто нет возможности у меня снять эту галочку. Вот поэтому... Ну, что тут поделаешь. Мог. Так, перестройку мы убираем, потому что заклинания там одинаковые появляются в гильдии. Вот. Почему же я все-таки решил играть зеркальный шаблон? Шесть эльфов. Неплохо раздало, кстати. Вообще неплохо по эльфам. Шесть эльфов у Кир и четыре у Яновы. Замечательно просто раздало. То есть там преимущество Ивара будет несущественное, я думаю. Вот. Потому что еще впереди возможно полуфинал, возможно финал. И мне нужно как-то распределять оставшиеся замки. Вот. Ну и у меня есть право на ошибку. Я понимаю, что если я сейчас проиграю, у соперника будет плюс морали. И опять мы окажемся в той ситуации. Только он тогда уже первым начинает черк. Вот. Насчет шубы все просто. То есть сейчас в 8 утра по большому счету. Ну 8.45 если быть точным. Но по плану стрим должен был начаться в 8 по Киеву. Соответственно это утро субботы. И я думаю, что 99% жен были бы очень счастливы. Если бы их мужья в 8 утра в субботу стримили с комментариями. Вот. Поэтому отчасти это объясняет такой сбор. Ну и чтобы в дальнейшем мне... Как это сказать? Хорошо игралось и стримилось. Это тоже не помешает. Плюс мораль удача. Есть плюс 3 морали удачи и артефакт в героях точно так же и здесь. Шуба жене прибавляет плюс 3 морали удачи жене и соответственно тебе как игроку. Мефала приходит. Ну и что? Будем играть против Мефала. Интересно будет ли он ее качать. В данном случае я попытаюсь реализовать преимущество логиста. Некое. Компенсировать то, что там красный цвет. Конечно есть еще один рестарт. Вот. Но тут по войскам зашло просто шикарно. То есть 10 эльфов со старта плюс 9... 19 эльфов. Это... Это вообще я не припомню такие расклады даже. С тремя стэками два героя родных пришло. Пока добавим описание. Пока соперник ходит. Кто смотрел недавнюю игру против Творыны. Таганаш против Творыны. Там Саша жаловался на то, что вот там Кир, Имба. Я не совсем с ним согласен. Но доля правды в этом действительно есть. Преимущество по мувпоинтам. Преимущество по логистике. Хоть это не XL+, но все равно оно может сказаться. Хотя мне кажется, больше будет влиять выбор. Кто какое решение примет. Кто какое направление выберет. Вот это мне кажется так. Обновлю чуть позже описание. Приходит ход. Ну и что? Джедит на разведку. Еще и пир приходит. Приносит баллисту. Обзорка далеко. 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 Продолжение следует... 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 Классный герой, кстати, пришел Так, ну давайте сначала по дороге пойдем Ну вот что хреново, блин Из-за того, что я стартую и вором У меня приходят лучники со старта И походу у оппонента по умолчанию тоже лучники приходят Потому что стартовая армия как бы должна быть одинаковой Блин, то есть, ну Оппонент имеет свой плюс с этого В то время, как я, не обязательно, да? Что-то дорога какая-то у меня просто, блин, сразу же, да? Шикарная Ну окей Серьезно, что ли? Куда ни плюнь, везде, блин Какие-то ельсы, да? Так Куда ни плюнь, везде Так вот, амулет маны, конечно, нам подойдет идеально Куда ни плюнь, везде, блин Везде, блин Куда ни плюнь Продолжение следует... 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 консерваторию брать ли ее на 1,2,1 сюда вот бежать совсем тоже понятно далеко вообще-то я сейчас зарою с этой концой но то, что нычку надо брать вторичным героем так это сто процентов надо сейчас подходящего только героя подобрать 12 грандов все, рестартов нет, никто не взял супер так масло это супер там тоже воздушки мощь армии королевств играет мощнее у нас дров нету, блин так дров нету, да? теперь есть то есть так можно по трейдерсу, да? можно по трейдерсу еще одного героя нанять для темпа, конечно, это было бы важно ничего не говорю для темпа, да? да? ну да? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Хм, выдали дубликат нам, да? Так, сейчас главная задача – масло закачать, потому что нужно быстрее. Играет музыка. Такс… Сказал бы днякс, да? Так, ладно, пока сюда пройдёмся. Так, смотрим… Неинтересно… Слово дают… Нашли свиток слова, нам бы теперь земельку найти ещё… Играет музыка. Так, и находим улей. Это интересно уже. Соперник может, кстати, через улей сыграть. Не фала всё-таки. Играет музыка. Улей, улей за ордой. Да нет, ну сейчас мы не будем туда лезть. Не стоит. Это уже на второй неделе. Будем забирать. Пинать орду. Здесь недоработка не дал фейку. Но возвращаться уже поздно. Играет музыка. Играет музыка. Так, там свиток какой-то… Ну, орда демонов нет, сейчас не будем их трогать. Сейчас будем играть вот так вот через… Через склеп… Склеп, правда, на грязи. Да, аккуратно. На пятёрочку. Так, седьмая скорость. Сюда. Играет музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Плохо взял склеп Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Выяснили Что руда у нас заблочена Так, и что мы с этим будем делать? Ну, вот есть кучка руды И за галемами Что этим перебиваться? Так, что по количеству героев Должно быть равенство Ой-ой-ой Там лоббета с землей Это плохо Есть вероятность, что он не может прокачать масс-землю Кстати, внешняя таверна есть Как вариант Может быть к этой конце не бежать Потому что возвращаться долго Хотя можно разбиться по цепочке Передать армию Но все равно Опрометчиво так слив руду Конечно Шахта заблочена Этот блок я пробью еще не скоро Только с конями Так, и до тех пор будем что, перебиваться на вот этих ресурсах 2049 Демонов Что с экспертной стрельбой Можно попробовать лобануть демонов Как вариант Как-то там морали могут сейчас пойти Опасно Да уж Ладно, окей Да стагнуло Продолжение следует... Продолжение следует... Вот на такие случаи я и поставил воздушку. Давайте лучше уйдем. Так, заветелся, но есть масло у нас. Так, давайте-ка мы вот так вот сделаем тогда, да? Да. 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 Идея сейчас что кирь может взять эту гномятню прям сейчас передать всю армию взять здесь склеп взять двух единорогов как вариант как вариант как вариант для дендроидов купить и что потом четырьмя единорогами ломать этот улей. не играть через концу дендроиды 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 Продолжение следует... 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 Да, буду чат-комментить, сейчас только дайте отхожу. Игра достаточно важная, требует сосредоточения. Так, ну и что, и лезть с этим героем в личку. Не хотелось бы, потому что у нас есть слоу, но тогда не срастается цепочка, да? Я правильно понимаю. Нет, что, срастается. Вот этот герой спокойно дотягивается вот сюда, с конюшнями. Здесь мы даже можем так вот сыграть. Слоу есть, первый ход есть. Будем брать мячку единорогов со слоу. Вот так вот, потом с конями заберем склеп. Что там? Там дендроиды. А, нет, у нас дендроиды. Там дендроидов нету. Очень странно. Очень странно. Так, что делаем? Ага, вот этот герой я специально оставил. Побежать на разведку. Так, нагобанк. И что? Все. Что будем делать сейчас, Кирь? Бежать сюда, разведывать к концу. Бежать сюда, разведываться. Наверное, да. Понимаете, если мораль выпадет... Не хотелось бы. Мне кажется, я с меньшими потерями пробью нычку единорогов с вот этим вот героем. Вот. С меньшими. Дилемма здесь. Потому что, с одной стороны, ну, тут реально демонов много будет. Тут еще и свиток непонятно какой. Опасно лезть. Поэтому, раз так, я не вижу вариантов пока для Кирь. Кроме как... Да, это зеркальный шаблон. То есть, расклад одинаковый. Герои могут быть разные только. Не вижу вариантов, кроме как бежать сюда, пробивать вот эти вот охраны. Подкачаться, разведать, получается, консерваторию. Хотя, конечно, при прочих равных можно было этого не делать. То есть, конечно же, лучше было бежать по дороге. Но орду демонов... Большую орду я сейчас не пробью. Вторую нычку единорогов я тоже брать не буду. Потому что здесь вверн очень много. Вот. В чем смысл играть на зеркальном шаблоне? Ну, понимаете, каждый же по-разному сыграет. То есть, это шахматы. Ну, я понимаю, что такую игру смотреть не очень, возможно, интересно. Это не очень зрелищно. Но смотреть аналог шахмат. Герои это все-таки не шахматы. Но с другой стороны, кто какое решение примет, кто как сыграет. Вот. По поводу того, почему я играю этот шаблон зеркальный. Потому что... Не хотелось... Ну, вот даже не так. У меня было определенное чувство, что вот захотелось мне сыграть этот шаблон. И, наверное, главное поэтому. Появилось такое какое-то желание. И отчасти поэтому я играю этот шаблон. Хотя, повторюсь, наигрыша большого на нем у меня нет. Не вот, но... Вот так вот. Где встреча в таком шаблоне будет? Есть телепорты, которые соединяют... То есть, зеркальный шаблон это, как представьте себе, две плоскости абсолютно одинаковые. И они соединены телепортами. То есть, есть несколько телепортов, которые ведут в зону соперника. Захотелось мне разбавить зеркалом шаблоны, на которых я играю. Поэтому, вот так вот. Ну и соперник, мне кажется, не очень-то ожидал, что я буду играть зеркальный шаблон. Все-таки у него больше опыта на нем. И вообще, и в последнее время. Твитчат я читаю. Просто я не вижу каких-то вопросов. Он прокручивается. Зачем отстроил дрова и купил, но не взял их с собой? Это ошибка. То есть, надо было взять. Это просто механическая ошибка. Возможно, сказывается какое-то волнение. Конечно же, дрова нужно было покупать. Без вариантов. Вот эти блоки я пробивать буду уже с конями. Хотелось бы даже с четырьмя сделать. Привет, Калабаба. Жена подсказывает, что надо было собирать не на шубу, а на PlayStation. Вот она недавно выиграла турнир среди подружек и одного парня. Вот, первый раз играла в Mortal Kombat. И поэтому... Поэтому так вот говорит. Какой план? План на 1-2-1 выкупать единорогов здесь. Пробивать, наверное, вторичным героям, если получится, этот улей, как вариант. И с вивернами уже ломать здесь консерваторию. Второй вариант. Если консерватория окажется небольшая, то мне виверны здесь особо не понадобится. Тогда просто пойдет разбивка. Меня тут попосещаю, подкачаю кир, разобьюсь домой и просто побегу... Побегу пробивать демонов. Конечно, хотелось бы отстройку кони в замке. Вот. Но надо решить вопрос с рудой. С какого города? Я из Киева. Жена мед закончила. Она закончила училище медицинское. Сейчас учится в институте медицинском. И без этой шахты можно закрыть вопрос с рудой. Здесь достаточно золота. Руды. Все подсобирать аккуратненько. Там тоже нашелся свиток замедления, естественно. И лобета качается под землю. Это важно. То есть лобета, если бы у меня был герой с землей, тогда я бы тоже старался его прокачать. И им пробить, например, демонов на 1-2-1. Сразу подумать, об кого будем разбиваться. Наверное, вот этих ребят. Перед консерваторией, может быть, посетить даже идол. Удачи, если нужно будет. Свиток. Кстати, демонов много может быть. Но у нас будет на тот момент 4 коня. Проблем быть не должно особых. Так, в этот ход у меня не получаются, наверное, пегасы. Нет, получаются. Вот есть кристаллы. Есть кристаллы. Нет, нычку только одну я буду побрать. Здесь грейджиный стек верный. Смотрите, сколько всего они храняют. То есть не вариант абсолютно. Был бы герой с масс-землей, можно было бы. И то. Почему я играю синим? Потому что в каждом раунде мы меняемся. Поочередно вычеркиваем шаблоны. Вот, я в прошлом раунде начинал вторым. В этом раунде я начинал первым. Поэтому соперник выбирает цвет. Естественно, он выбрал красный цвет. Я начинал чёрк. Соперник цвет выбирает. Я выбрал героя. Первым. Смотрим, отыкурается ли логистика. Эксперт логистики на 1.1.4. Плюс специализация Кирь. Идем дальше. Так. Всё очень интересно, да? Блин. Блин. Не хватает, но хватает. Первый фейл. Ну ладно. Блин, он чуть-чуть теперь не хватает. Создаю готово. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно, ладно. Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Так... 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 Хороший рельеф... Шикарный просто... Так... 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 Гномов сразу здесь сливаем... Отличный просто рельеф, лучше не придумаешь. Баллисту, походу, будут ковырять. Баллисту теряем, да. Вот видите, морали, какая штука неприятная. Вот видите, морали, какая штука неприятная. Ох, максималочка хорошо зашла. Баллисту теряем. 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 Продолжение следует... Пегасов можем сейчас докупить, в общем-то, безболезненно. Там Пегасов... А, там коней нет еще. Странно... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Не максимальный разгон, но ничего страшного Субтитры сделал DimaTorzok 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 есть минус конь это плохо сейчас должны еще два коня подъехать по идее осталось только самоцветы в крайнем случае вот здесь у нас будут все уж совсем не а сейчас конечно речь не идет о взятии консерватории речь идет только о разведке и консерватория будет браться на на 121 в идеале с полной скупкой но и опять таки в идеале здесь нужно поставить 5 6 7 единорога в замке как как на это все денег насобирать я не представляю плюс еще выкуп единорогов снычки нужно будет вот эти все сундуки потом тремя единорогами все пройтись до собирать вот здесь вот золото отбить в принципе реально на 122 не раньше нет нужно на 121 брать 122 никак нас не устраивает если конца тройка не знаю вот что делать с тройкой масс магии нет книжки нет тройка значит не будем брать сейчас выясним тройка там или не тройка смотря если там грейджи на стак или нет тройка я думаю даже тройка возьму лучше в сторону улика я успеваю в сторону ли просто если это конца двойка тогда я сейчас это все забираю на 121 сторону понимаете на первой неделе я не хочу бить этих демонов можно было конечно четыре коня не ломиться сюда да это был вариант лезть на демонов но на самом деле сейчас будет 5 6 7 3 дня то есть я вполне успеваю разведать консерваторию и принять решение тогда идти на демонов или не идти на демонов все можно пойти даже через нога банк см через вот этих вот эльфов если конца двойка или единичка то в принципе это должно оправдать затраты по мувпоинтам и опять таки за счет кири я себе позволяют такие вещи за счет того что у меня две 300 мувпоинтов вот с 114 по большому счету если бы был герой с землей я бы сто процентов эту консерваторию не трогал я бы пошел через улей вот а консерваторию выбрал потом герои с маслоу по цепочке ног без масла такое себе занятие почему на 121 со скупкой я не сказал смотря какой нога банк смотря какой нога банк сейчас главное выйти нормально на коней в замке со скупкой спарят какой-то навык ненужный хотя шестой уровень по идее мудрость должны дать вроде не предлагали до этого мудрость вторую нычку я не знаю вряд ли я буду брать ее вообще кажется на тот момент когда дойдет дело до контроля то там уже будет не до не до 2 нычки там эти изнороги уже ничего не решат особо на них отвлекаться конца ребята очень большая так давайте-ка подумаем если я сейчас разобьюсь раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять так абсолютно точно что если я сегодня здесь блин останусь я до седова не дойду блин мне надо разбиваться прям сегодняшним нахрена лоббеты бежать вниз да нахрена лоббеты бежать вниз да короче вопрос сейчас в чем стоит брать нычку единорогов или нет блин 30 греженых виверн блин лоббете дадут прикурить у нее блин одно масло и все так ладно 6 по 5 встану да внести помогу конечно а а а Продолжение следует... Если я возьму единорогов, это, конечно же, хорошо. Продолжение следует... Потом еще обратно с маслом лежать. Блин, до хрена. Слишком до хрена получается, да. Короче, я не буду брать греженых виверн. Даже если я возьму, здесь получается нычку единорогов. Слишком получается нетемпово. Возьму нычку единорогов, хорошо. Потом же надо опять брать концу максималку. Но концу максималку можно ложком брать, да. Если у меня будет столько, блин, если я вивер... Если я здесь виверну возьму, конечно, концу максималку возьмут. В принципе. В принципе возьмут. Блин, жалко колокса нигде нету пути. 6 по 5. Судар одной виверны всего-навсего убивает. Нет, слишком рискованно на этих виверны еще лезть. Давайте сыграем более... Сыграем более сейфово. 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 Вот твари, а! Таки лезут ведь на меня, блин. 90, блин. Чапец, блин. Кентавров там лезли. Давай здесь сольем кентавров, да? Надо было подождать с этими демонами, блин. Все равно к концу брать. Позже бы взял все равно. Нет. Нет. Еще странно. Есть. Все равно. Есть. 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 Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 откачают лоббета так это плохо что не дают ну или наверняка сыграть продолжим коней домом дом 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 м дом Продолжение следует... 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 Забрать эту концу Потому что кирбис книжки 3-4 концу Я там все оставлю вообще Богатый шаблон конечно здесь Блин Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, чтобы никого тут не потерять. 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 Доспехи или мудрость? Надо доспехи брать. Надо брать доспехи. Мудрость тоже нужна, но сейчас, мне кажется, важнее доспехи. Хороший навык дали. Так, и что? Мы можем проверить, что за нагобанк у нас там будет. 2049 альфов. Блин, а есть ли смысл вообще на нагобанк лезть? Блэс дали. Так, дома цыта. Нагобанк. В принципе, на скупку можно пройтись по вот этим вот вещам. Сейчас надо прикинуть. Не, ну по-любому нужно сейчас бежать сюда, вот здесь вот отбивать. Я так думаю. Так будет правильней сыграть. Так-но, я так думаю. пробить вот этих ребят здесь вот пробиться сейчас там армия сильнее показывает нехорошо так вот раз 10-19 а вдруг сохраним пробуем нет морали 10-19 эльфов неприятно конечно без единичек лезть особо не нужно 5000 замок что кир получается скипает ход чудовищно просто чудовищно киевский поет ход собирает ресурсы 10-19 эльфов можно героя прикупить в принципе еще одного денег не хочется тратить лучше потратим на скупку так раз-два шестой седьмой с медузи через медузятню будем играть на скупку так и вот у нас интересная получается перспектива дам взять гномятню хоть и на траве взять вот эту вот гномятню нет деньги я же говорю экономлю деньги чтобы скупиться максимально то что не замок ставить это сейчас 5000 идет просто так и на секундочку давайте посчитаем сколько нужно на скупку это тысяч 10 не меньше сейчас попробуем может быть это гномятня возьмется есть конечно внешний рынок есть еще не взяты сундуки золота но две с половиной тратить на героя при том что может быть я и буду тратить на следующей неделе потому что если он придет с войсками хорошими сейчас не буду тратить ни на разбивку ну вот так вот вот еще можно отбить сундучок играем через улей потому что консерватория вы с грейжиным стеком даже не в том дело что большая дело в том что с грейжиным стеком там героев больше то есть он под купил больше героев не знаю это оправдает себя или нет в принципе есть еще вариант сейчас это уже нет не получится есть невзятые две медузятни и импятня как минимум вот эту медузятни я думаю мы задействуем для скупки так вот коряло сыграли то есть кирь абсолютно не реализовала свое преимущество на первой неделе потому что по сути я пропускаю сейчас день это очень-то ужасно просто плохо отыгранная первая неделя но с другой стороны реально вот этих демонов мне кажется я бы потерями пробил на первой опять таки неизвестно какой свиток то есть если их и чтоб 80 не повезется рельефами не повезет с моралями то это будет печально 12 эльфов даже с экспертной стрельбой ну сносят мне кажется штук пять-шесть демонов сейчас посчитать можно что у нас там получается 50 60 уже посчитали ну да то есть 50 60 я бы пробил там развел как-то сейчас мне интересно сколько выносят 12 грангов вот интересно будет ли он лезть быстро в консерваторию там параметры боевые не очень разве что ради маслоу но опять-таки даже с маслом берется наверное все таки консерватория даже нулевым героем условно хотя плюс 2 атаки он получит как минимум лоби этой здесь седьмой день нужно уже выстраивать цепочку на подвоз двух единорогов на скупку в общем-то максимальная скупка не нужно главное единороги и хотя улей надо брать поэтому мяса нужно много максимальный в любом случае на первой неделе сыграл правильно спасибо но я не считаю что правильно сыграл потеря коня кстати ресурсы даже не подобрал но прокачал чуть-чуть кирь коня жалко но не критично а что жена играет жена вчера пробивала первый раз своей жизни големов и зомби без потерь под чутким руководством может быть свое время будет играть онлайн и советчики хорошо ребята ну вот сейчас немного подкорректировал если что отпишитесь так ладно погнали дальше сливаться обалдели что лей кракозябра блин охренеть сколько вас там рельеф конечно беспонтовый начинается а блин попался я а а не а а и а у а Здесь так-то, да? Нормально, здесь так-то можно насобирать. Так, а где у меня пегасы-то? Которые были. Где имели, ребята? Обалдеть. Продолжение следует... Вот черти, блин, а! Ну, короче, либо мораль, либо, блин, минус пегас, да? Обалдели, что ли? Эй, вы, блин. Твари. Так, ладно. Твари. 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 КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Непонял Теперь все понял. Так, ладно. 40 единиц, ладно, это хорошо. Кладбище, блин, кладбище, 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 нафиг мне не надо. Да, здесь, конечно, раздолье было, блин, можно в замок было построить, изи, блин, оппонент, скорее всего, построил замок и на 1-2-1 будет брать к концу, блин, стартовыми войсками. Да, блин. Ну и я мог построить замок и опушку взять. Так, ну денег у меня хватит завтра, это факт. Это все фигня. Ладно, окей. Этих не взял, блин, я нифига. Этих не взял, блин, я нифига. Этих не взял, блин, я нифиг 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 не взял, блин, я 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 взял, блин, Продолжение следует... 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 еще один склеп то что нужно и тут нужен тогда еще один герой получается или как раз-два начать все не вытащу нет смысла покупать еще одного героя что успеем то заберем что главное скупиться главное скупиться этих коней тогда мы пока что не подвозим нет смысла просто собираем деньги потом подвезем все в общем то так и кто нам пришел плохо по мясу пришло в общем то не пришло эльфов ничего страшного я боюсь что я не успею захватить оба склепа нормально хотя хотелось бы с другой стороны потратить деньги сейчас на выкуп этих двух героев принципе здесь нормально мясо которое мы можем сливать в улье том же чтобы не тратить там кентавров лишний раз ну а джем просто родной герой двадцать четыре кентавра еще пригодятся может тумя героями и успеем потому что если склепа окажутся оба максимальных то выгодно купить героя камни вот я не захватывал потому что малому в поинтова крестьяна захватим шахту потом сейчас нужно главное скупиться по максимуму причем здесь тива наверное даже не будет сейчас заниматься подвозом этих двух коней они тут особо не решают конюшни может быть даже хотя с другой стороны эти два этими двумя конями можно здесь еще на пробивать те же шахты вот так будет правильней тива и через конюшни покупаем двух коней захватим здесь шахту как минимум ну и потом здесь что-то до собираем потом их подвезем это вот так вот два коня сейчас не особо решают христиана полторы тысячи мух поинтов маловато это будет на самом деле два склепа я не успею на мятню брать на мятнем по дороге а вот за вторым склепом я банально вот не успею здесь мне кажется можно посчитать даже мы в поинты 100 двести двадцать один три хода по диагонали в общем то это 363 в одну сторону потом обратно еще 363 то 726 плюс еще два хода по диагонали тоже 1000 с плюсом здесь где-то и остановлюсь на нет за вторым склепом я не пойду я лучше гномятню заберу гномятня мне даст сколько он 5000 если не ошибаюсь я куплю героя подвезу войска чтоб надежнее было да 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 вот я так и думаю что взять этот склеп взять две кучки спокойно себе довести армию подвезти еще из дому забрать эту гномятню сюда армия покупаем еще героя и сюда здесь будет одна кучка золота но мало принципе можем 20 руды свить но это еще тысяча денег так уж и много есть ли на церберов 2049 а наверное нет сейчас этот арт особо не нужен с другой стороны я их буду наверное пробивать когда я буду брать буду понимать как я буду брать консерваторию тогда я заберу этот арт спокойно много ли я стримил раньше да я стримил много я стримлю с 2010 года было там два по моему таких существенных перерыва вот вот этот артефакта может завершать в конце да там и од есть слепота отлично есть гумара отлично гумара надо выкупать ясно как божий день гумара и денег нету вообще капец конечно как такое может быть капец были еще и не лезет там обратно шумандан еще обратно не лезет так очень хороший артефакт кстати нам достался теперь все чем я собрался брать концу я блин сам не знаю что Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эльфов сейчас жахнет конечно же Блин DimaTorzok Так 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 Продолжение следует... 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 тысячу всего лишь так ну к ней видимым пока покупать не будем я имею ввиду коней в нычке так ты куда добегаешь ты добегаешь сюда замечательно слой слой а на всякий случай дров я не знаю брать с собой нет смысла сейчас мы коня потеряли нет смысла нет смысла нет смысла так 5000 есть еще герои еще чуть-чуть скупка что хотели почти купили так кого мы тут добавим дров 48 штук это мне надо брать вообще-то честная гарпии там кони армия у нас сильнее дров А. Можно было на первое пробить неделю. Продолжение следует... 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 50 99 орда ровно 50 чем-то тут этих демонов так то можно будет кир здесь выкупить потом взять концу например разбить сразу от демонов ну а демона пробивать старый вторичным героем медленная карта потому что блок был на первой неделе на самом деле можно было бы его пробить но я не рискнул стал рисковать по идее сейчас должен соперников вторичный замок появится хотя тут движение может быть и не появится сейчас день бежать я думаю сейчас кирс раз гонится конюшни плюс логистика ну и сейчас будет основной выбор какую трежери идти может быть он стоять вообще не будет смотрим интересно кого он качает лобета светилась неплохими параметрами на лобету я понимаю почему качает ради масс земли вот это меня очень беспокоит конечно эту консерваторию мог бы уже сейчас в принципе брать на 1 2 2 лобетой с полной скупкой а ганом перебор так ладно погнали вот это очень интересно конечно да блин неправильно же вы в лоб же я должен был сделать вообще не попробовать Доброе утро! Десять демонов выбьют из меня. 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 Продолжение следует... 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 Капец, блин. Блин, еще Гунара затер, твою же мать-то, а. Его-то зачем было затирать, Калина? Где он у нас здесь? Капец. 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 Хрень с ним... Ворогу не сдается наш гордый варяг, да? Вот она схема шаблонов. Аж 3D-M1 приходит мой ход. Так, замок не взят, в общем-то, как я и думал. Так, просмотр воздуха. Это, кстати, важное закликновение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дубровскому! Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok и пегаса в единичке здесь зайдет хорошая конца атака и это конца единичка которую мы конечно же легко берем конечно без всяких проблем 24 да нет что-то много мы теряем конечно мы берем к концу трех пегасов отдали но это нормально оправдался оправдался мув хотя с другой стороны к концу можно было взять вторичным героем как сказать так интересно достанем мы до замка или нет и и то и и и похоже что нет нет достаем шикарно конечно же покупаем таверну покупаем разведчика и у нас что получается преимущество по замкам появилась это радует здесь мы героя прячем замок луна приходит интересно все раз такое дело можно сейчас пробиться прокачать девушку на мумиях смотрим кого будут давать в рефьюге с п да, просмотр воздуха это очень важно надо будет выучить это заклинание обязательно здесь перегораживаем вот так вот и все золотых големов нам дают не знаю, не знаю вижу, много банк что-то пока тут не очень интересные перспективы нужно вниз еще покупать героя на разведку покупать героя ну следующим ходом купим много денег понадобится следующим ходом а впрочем частично сейчас вот так вот можно собрать следующим ходом запустим разведку здесь непонятно вообще что стоит сюда бежать не стоит вообще пока что непонятно ну замок захватили раньше и то хорошо там золота больше не знаю заходит ли одинаковые монстры в рефьюги я думаю, что нет я думаю, что не заходят ну что ж, что делать дальше ангел есть книжку покупаем что делать дальше вот вопрос запустим вниз разведку посмотрим, что там посмотрим, что там пособираем ресурсы да, нужно и главное прокачать еще айнаина со временем, наверное, подведем его сюда чтобы он, например, демонов пробил получил левелап выучил здесь просмотр воздуха это очень важно больше золота это не беда а то, что мы захватили вторичку это хорошо это значит, что он где-то ну я не знаю как тут куда тут еще можно было пойти чтобы не захватить эту вторичку то есть он значит окопался дома что ли вторую нычку коней берет цепоуха метеор шаур отлично подойдет для нас так единственное да, туда пойду три стека он подставлять не будет гаденыш это факт конечно, блин это было бы заманчиво 24 блин, мавзолей бы еще грохнуть по пути было бы круто только ему поинтов не хватит блин у него была бы замана дьяволи летает но тут летает детская . дьяволи валя тонн доля нет я прилег я полз пусто м Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Травма. Вымедление. Большие сундуки. Ай-яй. Четыре склепа в ряд. Шикарно. Что же тут нам делать? Прикажете. Наверное, этого героя спрячем. Или как? Ну, тут можем не успеть. Здесь героя, наверное, надо спрятать. А, покупаем книжку. Обязательно. Чуть не забыл. Есть здесь просмотр воздуха. Очень хорошо. Очень хорошо. Значит, а и на ином, тем более, нужно бежать вперед. Учить просмотр. Так, кирь, фишку купили. Здесь луна. Так, здесь вот интересно. Можно сбегать? Может быть, есть смысл? Некракони и ногобанк по дороге. Хм. Лупить некраконей? Может, сбегать через флаг. Ну, кстати, не так уж и много мувпоинтов я потрачу. Вот здесь, если, не знаю, купится, но нет. Туда-сюда. Туда-сюда метнуться. Ай-яй-яй-яй-яй. Три гранда. Сволочи. Триндец. Блин, три гранда. Три гранда. Больно. Ну, надо ногобанки брать. Надо проверить, что здесь дают. Может быть, мудрость купим. Есть смысл. Вход, конечно, такой получается. Многобанк и в болото. Многобанк и в болото. Да. Вива, в принципе, есть для болота. Многобанк и в болото. Гласс. Нет смысла, наверное, вот так вот выделываться. Да, конечно. Конечно. Так, и ничего интересного мы здесь не можем купить, потому что все у нас уже есть. Доспехи и логистика, все уже есть. Даже свиток нам дают просмотр воздуха, ну никак, без него просто. Так что отбивать не краконей, ставить их здесь. Раз, два. В принципе, вариант. Почему нет? Доспехи и логи. 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 как это совсем уж нету пегасы одни интересно больше артефактов на собака что ли слился или что совсем непонятно непонятно а иные надо побыстрее где-то качнуть в общем-то ногобанков достаточно что мы будем гильдию потихонечку отстраивать мало ли что по себе будет хоста так 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Големов Посмотрим, они никуда не денутся По этот день только Я буду смотреть по деньгам Что у меня получается В войне ложков, да Могут пригодиться Монер приходит Так, есть у меня такое чувство Что он опять-таки Сделал ставку на масс-землю 2365, то есть качает он лобету Вот, не срослось Возможно что-то с концой Ну, не хочу об этом думать Почему, как Что он там Решил делать У меня сейчас на очереди коробка За горгонами Вот, все же Решил я пойти сюда Почему? Потому что бежать По болоту без разведки Кирь, ну Как-то Не очень Здесь у меня, вот смотрите Все идеально Эксперт-разведчик Кирь подбегает Берет коробку Он дальше там Пошел разведывать Возможно я отсюда сейчас Убегу Посмотрим Ключевой момент в игре Кто какой выберет Трежери Кто куда побежит Я на разгоне 3300 му-поинтов У меня все хорошо Пока что В этом плане С планами на ГМ Надо отстраивать Ну я затормозил чуть это дело Потому что ресурсов не хватило Я убежал здесь героем За свитком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Хорошо Если он не пошел К этой вторичке Куда же он пошел По моему Неужели он Решил сюда куда-то ломиться Непонятно Странно Да-да-да То есть не краконей Можно вот отдать будет четыре некраконя и какой-нибудь вторичный герой себе на них бегает, отбивает. То есть максимально сейчас разбежаться, открыть максимальное количество фронтов, чтобы осваивать как можно быстрее карту. Вот. Сбор ресурсов, разведка. Пока что у меня вот по большому счету только, ну так, два направления. Здесь луна. Много чего, конечно, может пробить с четыреховыми вивами. Ну вот. Ну и на разведку она здесь бежит. Здесь будут герои с некроконями. Клеп, по крайней мере, может взять вот этот. Ну то есть ресурсы какие-то отбить вполне спокойно. Вот эти вот вещи. Как-никак, шесть тысяч нужно на коней. Ну и две тысячи на лечей. Главное, чтобы сейчас Айнаину дали воздух, и это будет уже очень хорошо. Просмотр. Пусть продвинутый только. Но это просмотр воздуха на зеркале. Соблазнила меня эта пандорка на траве. Посмотрим, что сейчас за ней дадут. Так, ну нам надо мудрость добирать. В любом случае. Добирать мудрость. Дальше как пойдет стихию какую-то. Было бы неплохо. Так, здесь надо понимать еще три недобитых склепа. То есть, вот этих вот ребят пробить. Опять-таки. Ну тут не пройдем, потому что толпа архимагов. Только кирю пробивать. А так, в общем-то, по цепочке, ну очень далеко нужно вот сюда вот как-то. Все-таки три склепа. Пятый день. Нужно кого-то уже и сюда отправлять. И может быть даже вот эти два... С вот этими двумя конями мы будем здесь шахты отбивать. Почему нет? Где-то джем. Может быть даже не пожлоблюсь. Куплю палатку джем. И отправлю джем с палаткой. Так, вот здесь Айрис. Айрис, конечно, хороший герой. Но этот герой мне тоже здесь нужен. Если я надумаю брать эту к концу, то вероятно... Вот здесь будет выкупаться кирс. Значит, здесь нужен герой. Не из замка же бежать сюда.